Здравствуйте! В одном из фильмов я изготавливал вот такого лягушонка для рыбалки нахлыстом. Мои друзья попросили изготовить такую же приманку, но так, чтобы она работала спиннингом. Я не буду изготавливать в традиционном способе ее не зацепляйкой, а изготовим немножечко мы с вами по-другому. Я подготовил из брусочка вот такой пенки, вырезал вот такой формы для себя брусок. И после этого я взял и по линии среза, где у меня будет работать мой поппер, взял и разрезал на две равные половины. Изготовил лапки, ну извините, была резинка от донки с донным амортизатором, изготовил из такой резинки. Крючок я беру соответствующий, который подходит для ловли щуки. И для огрузки я подготовил вот такой кусочек вольфрамового электрода. Давайте теперь начнем. Я промазываю хорошо клеем цевьё, для того, чтобы в дальнейшем при поклёвках мой лягушонок не прокручивался. И хорошо проматываю ниткой. Если у вас нет по каким-либо причинам такой пенки, спокойно на пару поклёвок можно обойтись обрезками пенополистирола. Но он не очень долговечен, одну-две поклёвки он выдержит. Ну, для пробы можете сделать. Закрепили. Пока клей наш ещё не схватился, я беру наш сердечник. И креплю его с нижней части, вот так. С нижней части его креплю нашего крючка. Подкрепили. И прихватываем. Промажем ещё немножко клеем. И прихватываем. Следим за тем, чтобы он у нас никуда не уходил. Ни влево, ни вправо. И теперь хорошо промотаем, промажем ещё клеем. И дадим нашей конструкции хорошо высохнуть. Пока сохнет клей, я подготовлю свою конструкцию. Я взял, вот как видно уже, прорезан жёлоб обыкновенным скальпелем. Померил на ту глубину, которая мне вот так необходимо будет, чтобы запрятался мой груз. Но так, чтобы колечко у меня хорошо выходило в зёв. Моя воля гушонка. И подготовленные лапки, которые я уже подготовил, я возьму всё это подклею симпатично вот так вот на нижнюю часть. Для того, чтобы они уже у меня были здесь закреплены. Останется нам только лишь приукрасить немножко крючок и склеить две половиночки, когда схватится хорошо наш этот клей. Клей наш немножко подсох. Конструкция вроде бы уже закрепилась. Нам теперь остаётся добавить только лишь привлекательный элемент для хищника. Это установить точку атаки с красного даббинга. Я использую оставшийся подшерсток, который у меня из мехописца. Добавляем его так, чтобы было достаточно. Вымеряли мы для начала расстояние, на котором будет мотаться. Вот как раз у нас край нашего загиба и получается. Делаем своего рода шариком, который потом мы причешем и сделаем хороший вид. Вот так закрепили. И теперь возвращаем нашу нить к колечку. Делаем завершающий узел. И наша нить уже нам не понадобится. Я заранее слегка подклеил на заготовку вот так лапки, чтобы можно было закрепить на мой стример. Под груз вырезано уже. Теперь нам остается только лишь с вами. Здесь на верхней части я сделал небольшой вот такой пропил, чтобы можно было одеть наш крючок без ущерба. И нам остается только лишь одно сейчас. Промазать наши заготовки клеем и собрать все воедино. Я использую быстро схватывающийся клей гелевый, который работает на основе клея момента. Можно использовать любой клей, который не боится воды и в то же время сохраняет эластичность, чтобы не был жестким. Это очень-очень важно. Промазали одну половиночку клея, промажем сейчас вторую. Пип up. Вот так. вот так готово и теперь процесс этот будет долгим я устанавливаю вот так свою нижнюю часть как это было задумано вам покажу вот так и соединяю теперь верхнюю часть соединяю две половиночки процесс этот будет долгим поэтому минуты две-три я посижу а потом с вами встретимся вот мы склеили нашу конструкцию она у нас уже более-менее прихватилась форму мы не нарушили как раз довольно таки хорошо лапки достаточно подвижные теперь остается немножечко разукрасить и приклеить глазки вот я приклеил глазки и разукрасил своего лягушоночка так как не позволили мои фломастеры огрузка я взвесил составляет почти семь с половиной граммов что позволит забросить практически любым любым спиннингом если по каким-либо причинам у вас будут холостые поклевки вот эту верхнюю часть можно будет срезать но я так думаю что вот такого расстояния достаточно будет для того чтобы засечь рыбу всего вам хорошего до скорых встреч